израильская команда всего дважды это было впервые все там минимальным один раз уступила в дом тур до окончания группового этапа может с пятый тур пари сен-жермен встречается с макаби из хайфы с твердым намерением дально 1650 болельщиков макаби данила залечивает травму ну и вот преснель кимпе может быть потенциальных потерь но это уже будет касаться следующий мяч в домашней игре против бенфики это все он кильян баппе с событий которые выпадают на долю далеко не каждого поколения макаби больше французов чем в стартовом составе бернат по флангам ренат санчеш витинья и фабьян руль и в бригаде вар кристиан дингерт и бастиан п вот воротах юшуа коэн голь макаби эти потери заставляют париж парк-де-пренс придумать как решить свои задачи сегодня царить как начинает макаби высокий прессинг неймар красиво взаимодействует сейчас с потянул сухожили евро на втором месте контракт и перед нами автор гола ворота пари сен-джерман вот сейчас он еще и упускает мяч из-за предела здесь тоже какой-то перехват выхватывают мяч буквально из-под ноги ренат санчеша и новый удар и вообще год это что-то удивительное конечно для чего же нужны все полузащитник боппе еще серии передач наймар и наймар катит красивейшим образом на фабьяна руиза ну какая же была плохая обработка мяча и испанский полузащитник такой пас нужно было конечно подработанную не передача на кельяна боппе снова месси вот так играет команда барака баха и удар от ворот больше естественно у кельяна боппе который всего дважды как он просит мяч можно играть показывает филипф реймса кстати единственный матч в котором париж не забил и адресовывает нам месси эту передачу скидка боппе сам месси сам лео месси доработал этот эпизод отшлифовал его до блеска до идеала пари сан-жермен выходит вперед на 19 минуте продолжает играть очень агрессивно пьеро передачу короткий к своему партнеру али мохаммед и снова угловой бит мохаммед и удар в створ ворот и у макаби один мощный передаю другу я на боппе располагаться максимально широко смотрите где он сейчас начинал вообще это так это желтая карточка желтая карточка за грубую игру конечно же месси подача черри хорошем ходу ворвался штрафной площади здесь пока тренок сач передача работы сейчас в исполнении неймара и после паса гол боппе 20 ну что за чудо атака что за чудо команда что за сказочная линия нападения в ней неймар и месси заключают друг другого объятья пас все-таки выполнил неймар вот этот пас работает вот это все и боппе и месси и неймаром смотрите передача месси неймар и 3-0 все все забили опять все забили ворота макаби только в другой последовательности сначала месси потом неймар а потом боппе теперь неймар но то есть последний рамос отыгрывает на донорума есть положение игры выбивает мячи все трое бегут назад том числе но посмотрите что творится пока без айфа не сдается пока макаби хайфа пока подключаться забитым мячами боппе бьет атака в атаке остается макаби и удар и стеночка еще одна месси и мбоппе месси ух ну а что это за футболист что это за футболиста 4-1 да и несколько сезонов потом уехал из страны передача кой но и неймар отличился 41 это парк de france продолжаем смотреть матч пятого тур лига чемпиона во первого места в группе но при нынешнем этот розыгрыш здесь своих последних сезонах второй тайм матча между парисом джермен и макаяна на черри он вместе с шел не сдаваться черри и третий удар дальний бровки только гольтье он уху ху 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 мяч и так здорово очень гольтье сейчас призывал такими вертак я это понимаю здесь поднята щата рука а здесь а здесь гол а это не просто гол это дубль дубль правого защитника макаби абдуллай сэк я говорил что его мяч в первом тайме был для него общего забить еще раз как минимум чтобы она успокоилась вот они наглецы вот они дерзкие блажка ашрафа кими хотел вписать свое имя протокол этого матча в качестве автора гола вот фабиан руис и донорума провести руку кистью новых событий ашрафа кими какой пас выдает сейчас через что же за наслаждение такое и он забил 2 посмотрите-ка и он забил 2 сегодня с передачи ашрафа хокими кстати его отец и младший жизнь убрал ушел в лицевую линию и автогол это автогол или гол да похоже очень похоже на то что шон голдберг срезал свои ворота и хокими же вроде прибежал туда уже солер с передачи маста и парься джерману пока в атаке его команда тут дальше развернет никуда вот здесь остается месси перекладина отцать лет ух как вырвался сейчас и должен забивать всегда играет головой вот теперь он весь в штрафной площади все-таки он забила все-таки забил не первый уже шанс отличиться карлос солер